Ель Бук. Обзор новостей Казнета. Цифра дня. 87 инженеров. 87 инженеров из Казахстана едут на стажировку в страны Европы и Соединённые Штаты Америки. Об этом сообщает портал bnews.kz. Национальная палата предпринимателей совместно с Министерством образования и науки Республики предоставляет казахстанским рабочим шанс за счёт государства пройти стажировку за границей. Такая перспектива есть у сотрудников предприятий, связанных с машиностроением и производством строительных материалов. В планах ещё несколько программ стажировок для других отраслей промышленности, таких как химическое и агропромышленное. Пока организаторы ждут от предпринимателей заявки, по каким же направлениям они хотят повысить квалификацию своих специалистов. Новость дня. С 1 по 3 сентября Национальная гвардия Казахстана проведёт открытые уроки под названием «Урок патриотизма и мужества. Мира и согласия», сообщает Казинформ. Акция проходит в рамках информационно-пропагандистской работы с допризывной молодёжью. Старшие офицеры воинских частей и соединений Национальной гвардии во всех областных центрах и крупных городах республики проведут со старшеклассниками беседу о патриотизме и героической истории предков. Цель открытого урока – донести до ребят главную мысль, что никто не защитит их отчизну, кроме них самих, что молодёжь является строителями будущего государства, той силой, которая влияет на все процессы, происходящие в стране, политической, экономической и культурной жизни общества. Блогинг. Сайт истории Ей Хисторики Эзет приглашает читателей увидеть, какими были первые школы Казахстана. Уникальные фотоснимки, сделанные в середине 19 века, расскажут, как зарождалось школьное образование в казахской степи. И, конечно же, эта работа связана жизнью и творческой деятельностью просветителя, учёного-этнографа, поэта-прозаика и педагога-новатора Абрайл Тансарина. Благодаря ему в 1864 году в Тургайе была открыта первая школа. В казахской степи её называли «Карашанрак» – «Первой ласточкой». Абрайл Тансарин по этому поводу написал знаменитые свои стихи «Кель-Балалар-Охлак». Это стало началом просветительской работы. В дальнейшем школы открывались в Кустаная, Убагане и других городах. Видео-пост. Караганинские спортсмены привезли два золота с юношеской олимпиады. На сайте ekaraganda.kz выложено видео, как чествуют чемпионов второй юношеской олимпиады в Нанкине – Аблайхана Жасупова и Мухаммеда Хуатпека. В аэропорту Сарарка прилетевших домой юных олимпийцев встречали родные и друзья, а также представители спортивной общественности, воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Здесь же герои дали интервью. Юные олимпийцы надеются, что в будущем им выпадет шанс попасть на взрослую олимпиаду. Своим кумиром молодые спортсмены считают боксера Сирика Сапеева. Напомним, в Нанкине казахстанские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Смотрите обзоры Ель Бук в эфире и онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok